Итак, дорогие друзья, в курсе 17 мы с вами, ребята, делали лайки, как ВКонтакте. Но по сути дела начали работать Django 2 плюс AJAX. AJAX это асинхронный JavaScript. Сам код мы рассмотрели в курсе. То есть с кодом мы работаем в курсе, вы посмотрите. Поэтому это видео я разделю на две части. В первую очередь оно для участников школы. Я хочу показать вообще принцип работы Django плюс JavaScript. То есть плюс AJAX. Ну то же самое JavaScript, потому что библиотека AJAX, она и написана JavaScript. Плюс AJAX. И постараюсь говорить медленно. А для тех, кто начал, для новичков, которые начали смотреть видео с этого, вот именно с этого видео, ну каким-то образом нашли его, то для вас информация будет в конце. Итак, ребята, договорились. То есть сами, сам код мы разбираем очень подробно и пишем в курсе. Сейчас нам надо понять, как работает вообще Django с AJAX. Сейчас скажу очень важную фразу. Смотрите. Сам алгоритм работы главное понять. Давайте приведу небольшой пример. Даже вот так вот. Александр Галанин, да? Мы как раз про ЯКСТ, да? Он, я помню, спрашивал. Но это давно уже было. То есть он, почитайте, да? Не хвалю, хотел сказать, что получил работу, мне помогли уроки, я не пожалел, что учился. А два года назад носил телефоны. Вот дальше мы переписывались, он пишет, что... Ага. А помните... Так, 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 так. Просто помню время, когда задавал вопросы вроде как создавать интернет-магазин Django, что такое AJAX и прочее. Не так давно сделал интернет-магазин с применением этих технологий. Это трудно описать. Ну и так далее, и так далее. Грубо говоря, это классно, когда ты понимаешь, как это работает. Вот я вас хочу приблизить, приблизить к этому пониманию. Смотрите, ребят. Неважно, это будет интернет-магазин, любое приложение. Принципиально будет примерно одно и то же. Поэтому сейчас наше дело разобраться в принципе. Итак, вот здесь мы нарисуем нашу страницу, да? Наша страница. И на этой странице у нас будет кнопка. Кнопка, которая, смысл, она и работает на Аяксе, да? То есть вот здесь мы нарисуем сервер. По сути дела, а это у нас будет, мы напишем Аякс, то есть асинхронный джава-скрипт. По сути дела, что будет происходить? Происходит следующее. Вот наша страница. Мы нажимаем кнопку. Страница не перегружается. А при этом нечто на странице меняется. Мы с вами пишем сейчас на примере лайков, как ВКонтакте. То есть будет добавляться, нравится. Но на самом деле, понимая сам принцип, ведь вы сможете написать, допустим, интернет-магазин, получение цен, получение картинок, грубо говоря, продвинутую социальную сеть, чтобы происходили действия без перезагрузки страницы. При этом, заметьте, ребят, очень важно. При работе в Джанго мы вообще ничего не даем Аяксу. То есть Аяксу мы вообще ничего. Аяк для нас в Джанго просто трубопровод, который отправляет запрос, берет на сервере то, что нужно, приносит на страницу, показывает. И все это делает защищенно, понятно. То есть через ключ. А мы ставим в Джанго такие рамки, что Аякс для нас безопасен. То есть он вообще ничего сам не может. Мы очень контролируем каждый шаг. Теперь давайте разберемся, как вообще принципиально это все работает. А вот на белой части страницы мы будем писать принципиальную схему. Потому что, как я говорил, мы с вами договорились, что сам код мы будем уже заниматься в курсах. Итак, начинается у нас все с представления. То есть это у нас файл. Вивс, да? Вивс. Нам для этого файла надо большая, потому что мы распишем саму конструкцию. Давайте сначала поймем, что мы будем закладывать вивс. Файл вивс. Так, немножко неудобно. Поэтому я, наверное, сделаю по-другому. Я вот так вот очерчу, чтобы мне блоками ставить. Сначала у нас будет блок декораторов. Мы к ним... Сейчас я объясню, почему это важно. Декоратор. Декоратор это функция, которая принимает одни данные и возвращает другие. Следующим моментом, что нам надо написать в представлении. И так будет, ребят, состоять примерно каждое представление работы Django 2 или Django 1.1 или Django 3 в будущем. Неважно. Первое, что, когда мы пишем представление, нам надо указать две... Мы указываем переменные, их может быть больше. Но в первую очередь, это первая переменная будет к чему обратиться? К чему обратиться? И вторая переменная, вторая переменная, что делать Аяксу? Что делать Аяксу? Это первое. То есть, по сути дела, здесь мы обращаемся, будем обращаться к чему и как. То есть, вот тут важно, что мы будем обращаться под запросами, поэтому в декораторах у нас получится несколько вещей. Мы с вами обязательно добавим такую вещь, как от Django, что обращаться только под запросами. То есть, дед запросы для нас вообще будут запрещены при работе Аякс. Мы никаким образом не должны в браузерном строке что-то отобразить. Следующая конструкция, которую мы должны для работы с Аяксом, это блок из IF-ELSE, где отразить несколько вещей. Значит, и он будет заключаться в следующем. Давайте немножко разъясню первый пункт, к чему обратиться. То есть, здесь мы работаем чисто внутри Django. Вот это, ребят, важно. Ваша задача, пока мы в коде все уточним, уловить. То есть, базу данных, да, к какой базе обратиться и что это Get-запрос. Это архиважно. То есть, по сути дела, Get-запрос, значит, мы будем обращаться к конкретному элементу, конкретной записи, конкретной картинке. Это очень важно. А второе, если вот тут вот написать, да, Аякс, то есть, это само действие. Мы его будем расписывать ниже тогда. То есть, действие, неважно это что, ссылка, кнопка, некое действие, что будет делать Аякс. Следующим шагом, используя TrueExcept, то есть, работы с исключениями и только так, мы прописываем сами действия. Сами действия в данном случае, сами действия с базой наших данных. То есть, используя элементы первых вещей, мы сами действия. То есть, она будет в данном случае, для нас это действие будет добавить или удалить. Добавить, удалить, в нашем случае это будет Like. Но, по сути дела, те же действия вы будете получать, допустим, добавить картинку, это будет, опять же, одинаково. И тут мы можем уже, мы дальше уже будем в уроках смотреть и добавление ленту и все прочее. Если это совсем непонятно, не так важно. Важно уловить, что блок первый, блок первый, это работа с базой данных Django, как будем разбираться в коде, мы уже разбираемся, да. Вторая переменная обязательно у нас пишется для Аякса. Дальше, второй блок пишется, что сделать. Просто на примере добавить, удалить. Здесь мы расписываем, обратиться к какому алименту, что добавить. То есть, по сути дела, работа с базой данных, работа с менеджерами. Да, и обратите внимание, здесь идет чистая Django. Ну вот начинается интересное с третьего блока. А в третьем блоке, в третьем блоке, и это является принципиально. И на этом зачастую люди путаются. У Django есть конструкция, которая работает JSON. То есть, чтобы это было понятно сейчас, не зря, поэтому я рисую. Мы с вами нарисуем еще один файл. Это у нас будет файл базы HTML. Так как есть файл базы HTML, и я пояснил, что мы также обращаемся вот здесь, да, что к какому-то файлу, то здесь, наверное, есть файл детайл HTML, да. То есть, это конкретно, если база HTML файл проекта, то детайл HTML это страница, на которой будет выполняться это действие. В нашем случае это страница лайков, в другом случае это страница интернет-магазина, или так далее, и так далее. Принцип один и тот же. И давайте я очерчу эти страницы неким образом. Ну, так получилось, ну, ладно. Просто принципиально. Так вот, ребята, вот на этой странице базы HTML принципиально мы будем просто указывать, импортировать сам AJAX. Сам AJAX. Ну, мы будем с Google брать его. При этом, смотрите, сам AJAX, он же не работает с Django напрямую. Но он отлично работает с форматом, который читаем для людей, для машин, в формат JSON. Да, и другие форматы. JSON. Django с форматом JSON очень хорошо работает. И вот заметьте, в нашем представлении мы в конце обязательно берем готовую конструкцию JSON-респонс, которая считывает JSON-респонс, это ответ. То есть, получить ответ от сервера именно в формате JSON. А вот этот JSON как раз формат и работает с AJAX. То есть, смотрите, как интеграция происходит. А вот на детали HTML мы разместим сама функция. Сама функция. Сама функция. Функция на GC, на JavaScript. Ну, грубо говоря, AJAX. Теперь, но это еще не все. Ведь, помните, я говорил вот про этот вот трубопровод. У нас, у нас AJAX никакой свободы не имеет. Он выступает трубопроводом. По сути дела, что нам надо от AJAX? Я просто хочу, чтобы вы начали изучать AJAX, потому что это не так сложно. На самом деле, AJAX это всего лишь получение, передача, удаление. Это запросы, которые идут между вашей страницей и сервером. И там всего лишь несколько действий. Получение, удаление. Вот так это выглядит на практике. Вот получение от Google самого AJAX. И когда вы начнете разбираться, то увидите, мы четко указали, какими запросами мы будем работать. По сути дела, изучение AJAX, вот после этого видео, после как вы напишете полное представление, к нему легко подойти. И вы будете четко понимать, что надо научиться работать с запросами. Вот нас интересует где-то запрос конкретной записи, работа с заголовками, опции. Далее, нам очень важно, чтобы данные были зашифрованы. И мы видим, что через ключ, то есть ССРФ. И подключаем, будем подключать, значит, то есть говорить, как только страница загружена, сразу выполнять. Поэтому, ну это все в коде мы разберемся. Это, сейчас важно понять принцип. Ну вот смотрите, но еще рано работать. То есть нам понадобится еще один декоратор. Я его отдельно, это будет где-то в отдельной библиотеке. Мы с вами напишем декоратор AJAX. Аякс, да? Декоратор, да? Он тоже есть в примерах Джанго. Для нас будет общий декоратор, то есть это правило работы с Аяксом. По сути дела, вот этого общего декоратора, который я вам дам, его хватает для всех случаев жизни. То есть именно вот этот декоратор мы потом добавим вот сюда. Принципиально, да? И по сути дела, наше представление, наше представление тогда действительно сможет взаимодействовать на все 100% с Аякс. И в результате мы начинаем получать то, что и хотели получить, то есть все действия без перезагрузки страницы, что и требуют современные сайты. Вот это вся принципиальная схема. Давайте еще раз коротко пройдемся по пунктам, а уже в коде вам будет более понятно. По крайней мере, вы будете понимать, то есть в коде уже будет совсем понятно, но вы должны понимать полную принципиальную схему. Потому что самому разобраться Джанго с Аяксом можно, но довольно сложно. Надо, чтобы объяснял, кто это делал. Либо кто писал эти библиотеки, то есть примеры Джанго разработчиков брать, как это задумывалось все. Когда понятна вся принципиальная схема, тогда в принципе все довольно просто и понятно. Итак, еще раз. Итак, еще раз. Аякс это фоновая работа с сервером без перезагрузки страницы. Мы говорим о принципиальной работе Джанго 2 с Аяксом. Еще раз повторю. Ребята, мы рассматриваем на примере лайков как ВКонтакте. Но принципиально, чтобы вы не получали с сервера цены для интернет-магазина, картинки, то есть не с интернета, а с сервера, все будет построено все равно примерно таким образом. Значит, вверху у нас блок декораторов, которые обеспечивают несколько вещей. Первое. Это обеспечение пост-запросов. Второе. Это декоратор для совмещения работы Джанго с Аяксом. И для того, чтобы не дать Аяксу никакой свободы действий. Аякс у нас всем управляет Джанго надежная, а Аякс у нас выступает только всего лишь трубопроводом получения с сервера неких данных и отображения их на странице. Все. Никакой самостоятельности у Аякса у нас нет. Когда мы пишем представление, важно понять, что в первом блоке представления указываются по минимуму две переменные, но в нашем случае это две. Вот я их покажу. То есть мы указали контент ID и action. Неважно, как они называются, смысл один и тот же везде. Мы будем запросить по запрос метод get обращения к конкретному элементу и обратиться по ID. То есть мы будем обращаться к записи. Самое важное понять, что мы обязательно создаем переменную, каким образом, при помощи какого запроса и каким методом обратиться. А вот к чему обратиться, мы будем расписывать в втором блоке, то есть какой модели. Но самое важное сейчас уловить, что вторая переменная создается на действие самого Аякса, где потом в Аяксе будет участвовать вот эта именно строка, которую мы action. То есть действие. В данном случае вот это действие само, оно четко прописано опять по запросу метод get action. То есть, по сути дела, первая переменная у нас будет работать с записью, а второе с Аяксом. Это надо понять. То есть принципиально в первом блоке мы указываем и работу с Жанга, и работу с Аяксом. Блок второй, он может быть разный, но примерно там уже не сложно. По сути дела, все заключается в чем? В добавлении, либо в удалении. Ну, грубо говоря, нажал кнопку человек в интернет-магазине. Надо получить картинки. Add. Добавить эти картинки. И что делать со старыми, допустим, там может их надо, не надо удалять. Добавить новые цены. То есть, по сути дела, во втором блоке мы прописываем действие, но, обратите внимание, вот здесь, вот здесь, само действие, опять же, связано и с Джанга, и с Аяксом. У нас, у нас это лайки. У вас может называться это цены и так далее. То есть, по сути дела, по сути дела, грубо говоря, вот мы писали, сейчас поймете принцип. Вот мы писали экшен, да? Экшен. По сути дела, мы при помощи инструкции if action равно like. Like у нас строка. Ну, сейчас я не отображу строку, как в Пайтоне. Ну, вы понимаете, что это строка, да, я вам сказал. Экшен работает с базой, like будет работать уже непосредственно с Аяксом. И далее мы с вами будем расписывать конструкцию. В этой конструкции мы будем уже конкретно расписывать, к чему обратиться. В нашем с вами случае мы создали ранее в базе данных поля user like, определили как отношение многие ко многим. И то есть, во втором блоке идет обычная работа Django, где мы указываем, указываем, уже работаем обращение конкретной модели, конкретной таблицы. И что сделать в эту таблицу? Добавить, удалить. Необычное здесь только то, что строка action работает, которую мы подготавливали в первом блоке, она приравнивается к строке like, которая будет, вот этот like, и задействован в самом файле detail. То есть, и будет прописан функции. То есть, понимаете, как Django вот так вот потихоньку связывается. И далее мы тут пишем, мы будем с вами и в ленту добавлять. Это не важно. Самое главное понять вот этот вот момент. И третий блок, который мы с вами пишем, это уже сознание самого AJAX. AJAX с Django не может работать, но AJAX отлично работает форматом JSON. Поэтому вернуть, то есть возвращаем все данные мы в формате JSON. JSON. Есть в Django заготовленная функция JSON-response. То есть, все это уже подготовлено. И по сути дела, это значит говорить, что мы получаем совмещение с AJAX-ом Django нашего представления с AJAX-ом. Так как все данные передаются на сервы и получаются в формате JSON. Посмотрите в Википедии, в Django вы столкнетесь. Все. Про AJAX-рекуре. Это декоратор, который мы напишем сами. Где опишем, что Django будет работать именно с AJAX-ом. Ни вправо, ни влево. То есть, это уже окончание интеграции с самим AJAX-ом. И дальше дело всего лишь простой техники. На самой странице, используя простые вещи, такие как лайки. А здесь я еще не указал. Ведь мы знаем, что Django выводит данные как словари. Правильно? Я сейчас не поставлю кавычки. Не знаю, как здесь поставить. В общем, напишу просто словарь. Одинарные кавычки не поставлю. Так вот. Как раз таки мы здесь создадим в конце два словаря, которые и будут участвовать, как значатся переменные, в функции JavaScript. И будем их использовать. В результате мы получаем хорошую интеграцию работы Django с AJAX. То есть, JavaScript. По сути дела, это общая схема. А дальше в курсах, вот мы уже будем в курсах касаемся только кода, но вы уже в общем представляете, из чего состоит представление, что участвует база HTML, где получается сам AJAX, тоже же откуда. И на детали HTML мы указываем саму функцию, которая, значит, пишется в JavaScript на AJAX. Ну, а если кто спросит, что касаемо там URL, то URL вы увидите, ничего необычного, как обычно в Django мы пишем. Теперь поняли смысл. Все, в уроках уже код разберем. Теперь для новичков информация. Кто начал с этого видео? Значит, ребята, школа. Django начинается изучение с сайта spb-tut.ru. Здесь Python с нуля, Django мы подробно разбираем. Сами уроки находятся, они тоже есть в описании. На сайте Python-tut. Здесь мы пишем социальную сеть на Django и так далее, и так далее. Все эти ссылки есть в описании видео. Еще раз говорю, если вы новичок, то начинайте с сайта spb-tut.ru. Все, все получится. Я просто хотел, чтобы вы примерно уже представили блоки и требования, то есть как вообще Django интегрируется с аяксом. Вот если вы вот это посмотрите, проделаете потом на коде курс, и уже в голове будете четко понимать, то поверьте мне, аякс вы тогда очень легко разберетесь, потому что надо просто, он теперь понятен, откуда ноги растут, и как эта вся интеграция происходит. А получить запрос, отправить там, в принципе, все делается по шаблону, поэтому сложностей здесь никаких. Еще раз повторяю, это мы пишем как ВКонтакте, да, лайки. Но на самом деле, посмотрев вот это представление, вы легко сможете получать и данные, там, картинки для интернет-магазина, и какие-то усовершенствованные данные для вашей социальной сети или для вашего сообщества. Это уже не важно. Важно представлять общую схему интеграции Django с аяксом. Ну и информация для тех, кто начался это видео, ссылки в описании видео, ссылки в описании видео, начать с сайта spb-retout.ru. Спасибо за доверие. Все, ребята, получится.